Еще раз с праздником Светлого Рождества Христова. Хорошие у нас детки, да? Хорошая группа прославления. И сегодня тема нашего праздника, нашего концерта, это чудо Рождества. И вы знаете, я бы хотел сегодня немножко как бы приоткрыть, в чем чудо. Это одно из чудес. Чудес на самом деле много в этом дне. И чудо Рождества, здесь вы можете прочитать, нам родился Отец Вечности. Вот это действительно чудо. Это может быть не совсем понятно, да? Просто кто-то может так спросить о том, что как Бог мог родиться, да? Ну, если человек рождается, ну, рано или поздно он умрет, да? Бог не может родиться, потому что, ну, Бог в нашем представлении это тот, у которого нет ни начала, ни конца, он вечен. Но пророк Исаия в 9 главе, в 6 стихе мы можем прочитать. Это как бы подтверждение. Это библейский факт, который утвержден. Ну, можно сказать, твердая печать на этом стоит. И мне бы хотелось сегодня немножко на эту тему просто поразмышлять. У пророка Исаия в 9 главе, в 6 стихе написано, что младенец родился нам, Господь мира, советник. И дальше написано, Бог, Отец Вечности. Отец Вечности. Бог чудный. И перечисляется. Вы знаете, это один из самых величайших пророков Ветхого Завета. Его называют большим пророком. Пророк Исаия утверждает за 500 лет до Рождества Христова о том, что Бог родился. Бог, Отец Вечности. Бог чудный. Тот, который творит действительно чудеса. Вы знаете, в этот день действительно происходит очень много чудес, потому что уровень веры по всему миру возрастает. Потому что в этот день очень многие люди, даже, может быть, они не совсем верят в Бога, но они на всякий случай призывают имя Господа. Господи, если бы ты мне ответил на мою молитву, вот у меня есть такая нужда. И чудо происходит, потому что уровень веры сегодня очень высокий. Я бы хотел, знаете, так коротко постараться, опять же, уже по Новому Завету просто дать ответ, как мог родиться Отец Вечности, то есть тот, кто родил Вечность, можно так сказать. Бог чудный. Тот, который Бог чудес. Потому что вся, можно сказать, Его сущность, сущность Бога, Он сверхъестественный. И вы знаете, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, первый стих, кто помнит? Вы можете прочитать. В начале было что? Слово. И слово было что? У Бога. И слово было кто? Бог. Аминь или не аминь? Я ничего не придумал. А сегодня будет вообще текст на проекторе? Чтобы я не был голословным, чтобы все могли это... Ну, вы можете открыть свои Библии, проверить. Второй стих говорит о том, что оно было в начале. У кого? У Бога. И третий стих говорит, что? И все через слово начало быть, что начало быть. И без слова ничто не начало быть. Слышите меня? Это библейский факт. И вот здесь, вы знаете, вы можете немножко произмышлять. Я обычно размышляю вот эту... Обычно объясняю на простых фактах. Я это нигде не прочитал. Это я получил лично от Господа. Вот этот библейский факт. Три единства. О том, что как его вообще понять? И вот ответ на вот этот стих, он сокрыт в том, что нам очень важно знать. Вот вы смотрите на меня сегодня. Вы видите одного человека. И вот у меня у одного человека, то есть есть я, у меня есть слово, у меня есть мои слова, и у меня мой дух есть. И мы прекрасно понимаем, что я всего лишь человек. Мои слова, они не имеют такой какой-то колоссальной силы, хотя ученые уже доказали о том, что слова имеют вес, слова имеют силу. Слово можно убить, слово можно исцелить, слово можно воскрестить, слово можно созидать. Японцы это уже давно доказали. Это мои слова, слова человека. Но если мы это умножим хотя бы на один миллиард раз, то мы получим слово Бога. То есть слово Бога, это не мои слова, слово Бога обладает колоссальной силой. И слово Божие говорит о том, что Бог все сотворил посредством своего слова. И смотрите, когда мы говорим о Боге, то есть вот сейчас, я же не говорю сейчас о трех, то есть во мне есть слово, и у меня есть дух, я не говорю сейчас, это все обо мне одном. Поймите вот эту важную мысль. Сейчас я объясняю догмат, догматику триединства, которая на самом деле догматика единства, потому что Иисус Христов говорил, я и Отец одно, не двое нас, он говорит одно. И догматика триединства говорит о том, что есть Бог, и у Бога что? У Бога есть Слово, аминь или не аминь, есть Божье Слово, и у Бога есть Дух. И я сейчас не говорю о трех Богах, я говорю сегодня об одном Боге, у которого есть три ипостаси, аминь или не аминь. Есть Бог, есть Божье Слово, есть Дух Божий. И вы знаете, все вот эти три ипостаси, они на самом деле вечны. Бог вечный, и у Него нет ни начала, и у Него нет конца. Скажи аминь, если согласен. Слово Божье вечно, оно не имеет ни начала, и ни конца. Так написано, вы можете прочитать это в книге Откровения. Дух Божий вечен, у Духа Божьего нет ни начала, и нет конца. Аминь или не аминь. И вы знаете, как-то ночью я проснулся, и я вдруг в один момент осознал такую очень простую истину. Я опять какие-то воспоминания, что-то там в прошлом. И говорю, Господи, а нужно ли мне? Ну, просто вот так я спросил. Вот эти воспоминания, там что-то ложат, там что-то там произошло, там что-то переосмысляешь, прав я был тогда или не прав. И Бог мне эту ночь, не эту ночь, а вообще в ту ночь просто проговорил о том, что прошлое для моих детей не имеет значения, потому что Слово Божье говорит, древнее все прошло, а теперь все новое. Вы новые творения во Христе Иисусе. Бог взял наше беззаконие, перебросил через свой хребет и не вспомнит о них больше никогда. Дьявол может напоминать, но Бог не вспоминает. Я вдруг в этот момент, я не просто осознал, это какое-то озарение, я просто пережил освобождение, вот реально освобождение от своего прошлого. Прошлое перестало на меня влиять. Слышите меня? Я получил, вы знаете, такое облегчение. Я говорю, ну, теперь у меня нет вообще даже смысла об этом вспоминать или там что-то ворошиться, копать. Ну, там, если я где-то согрешил, Библия говорит, что если мы, когда мы исповедуем грехи наши, кровь Иисус Христа очищает нас от всякого греха. Все, зачем вспоминать? И вы знаете, это вот просто какая-то радость просто пришла, что нет смысла даже оглядываться назад. Апостол Павел пишет, я забываю заднее, простираюсь вперед. Я подумал про будущее, а будущее что? И вы знаете, в основном молодежь, она зациклена на будущем, пожилые люди больше вспоминают, как-то зациклено на прошлом. И я вдруг, опять же, опять же ответ приходит о том, что мое будущее в надежных руках Господа Иисуса Христа. И мне нет смысла беспокоиться о будущем, потому что Иисус держит это будущее в своих руках надежнее. Он знает, что меня ожидает. И моя задача ему что? Доверять. Я хотел бы сказать о том, что вот в этом мире самые счастливые люди, ну, я бы так сказал, условно счастливые люди, которые научились жить не прошлым и не будущим. Люди, которые ценят каждый миг своей жизни. Их можно условно назвать счастливыми. Но я почему говорю условно? Потому что в моем представлении самые счастливые люди, которые ценят каждый миг в познании Господа Иисуса Христа. Вот в эту ночь мне пришло вот это наслаждение. Я просто понял, что Господи, помоги мне жить в Тебе и ценить каждый миг осознания Тебя, познания Тебя. Апостол Павел говорит, что мой ветхий человек, он со дня на день что? И сливает, а новый человек со дня на день что делает? Обновляется. Слава нашему Богу. И вот этот миг проживания о том, что сегодня я счастлив от того, что каждый миг для меня ценен. Но не просто это жизни, а жизни во Христе Иисусе. Можешь сказать на это аминь? И пусть Бог вас обильно сегодня благословит, пусть это действительно станет для вас каким-то откровением, какое-то важное, какое-то истинное, потому что я верю в то, что настоящие чудеса происходят в тот момент, когда мы осознаем о том, что мы не имеем прошлого, потому что у Бога нет прошлого. Мы не имеем будущего, потому что у Бога нет будущего. Бог живет вне времени. Вы знали об этом? Бог живет вне времени. Почему? У Бога вечность. Слышите меня? И Бог нам открывает сегодня то, что в Боге, в Боге я тоже, если я познал Иисус Христа, вы знаете, я вот осознал свою жизнь в один момент, я просто понял, что моя жизнь, вот просто если вот посыпать вот так вот прах на вот эту руку, да и вот так дунуть, вот, дуновение ветерка, Слово Божие говорит, жизнь человека, как пар, являющийся на малое время. Пройдет время, и меня не будет. Еще пройдет еще там десяток лет, и про меня забудут, как будто бы меня и не было. Но про Иисуса Христа все всегда будут помнить. Мне, как человеку, дан всего лишь один миг, мгновение, чтобы запрыгнуть в вечность через жертву Иисуса Христа. Слышите меня? Вас это как-то радует? Я делюсь с вами сегодня радостной вестью, потому что у вас есть такая возможность не иметь прошлого, не иметь будущего, но иметь настоящего Христа Иисуса, который дарит вам через эту жертву, через его рождение, дарит вам вечность на самом деле, потому что Бог вечен, и мы в нем вечны. Скажи на этом аминь. Потому что это правда, это то, что я сегодня просто я в чем абсолютно не сомневаюсь. И кто-то может сказать, проповедник, может быть, ты ошибаешься, может быть, это утопия какая-то. Я хочу сказать знаменитую мысль очень известного проповедника, который говорил так. Если я ошибаюсь, самое страшное, что меня ожидает, если верить материалистам, что я умру, мозг мой отключится, и меня съедят черви, меня просто не будет, и жизнь моя закончится. Это самое страшное. Но если я прав, если я прав, я верю абсолютно на тысячи процентов, что я прав, потому что Библия права, а я в нее искренне верю. Это для меня как фундамент мощнейшей веры. Если я прав, я иду в вечность. Я иду в вечность во Христе Иисусе, и там абсолютно полное вечное счастье, любовь, мир и гармония, и радость. Если материалист или атеист, он прав, то самое худшее, что его, нет, самое лучшее, что его ожидает, это то, что он тоже так же умрет. Мозги отключились, жизнь его закончилась, червец его съели, и от него ничего не осталось. Но что самое страшное, что может его ожидать, если он ошибается, материалист, он идет на вечность куда? Да, Библия об этом говорит, он идет в вечные муки, в то место, где собираются личности, которые, к сожалению, не захотели верить Бога, не захотели жить в нем, отвергли Христа, отвергли его жертву, отвергли вообще какую-либо истину о том, что отвергли Библию и поверили, поверили лжи, определенной лжи, которая говорит о том, что жизнь человека, она просто кратковременна, мы умираем, и потом все, от нас ничего не остается. Ну, хорошо. Ну, если ты ошибаешься, как материалист, то твоя душа, она уже сегодня мучается, и самое страшное, что эта душа может попасть в бездну, в бездну вот этих мук, о которых Иисус Христос говорит. А Иисус Христос, это для меня абсолютная истина. Там будет плач, искреже зубов. И Он говорит это с сожалением, потому что Бог не желает смерти грешника. Бог желает, чтобы все пришли к покаянию. Бог желает, чтобы мы спаслись и познали Его истину. Слава тебе, всемогущий Бог, благослови Господь, Отче. Этот концерт, благослови это слово, чтобы Господь это слово произвело какое-то действие в наших сердцах, чтобы мы начали призывать имя Господне, использовали вот этот миг, чтобы нам войти сегодня в вечности, чтобы на самом деле уже радоваться, что мы с Иисусом Христом, и прошлое на нас не влияет, как и будущее на нас не влияет. Наше настоящее, наш каждый миг, он во Христе Иисусе. Будьте благословенны. Аллилуйя.